Добрый вечер! Дорогие, дорогие мои друзья, я сейчас стояла в кулисах и думала, меня захватит это ощущение выхода актера перед сценой или нет? Я что-то стою и думаю, ничего со мной не происходит. Что такое? Нет вот этого сердцебиения дикого. И только зазвучала музыка, все вернулось. Вот как будто я сейчас только что должна выйти на сцену и петь. И опять колотится, и опять гора адреналина в крови, и опять я ваша. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы позволите, наверное, я начну с самого детства. Сначала был двор, в котором я родилась, в котором я безумно надоедала всем своим соседям. У нас было три подъезда с шикарной акустикой. Как вы знаете, мраморные подъезды. Там всегда очень меня, так сказать, тянуло петь. И я пела во всех подъездах. В общем, кто успевал прогнать, значит, я бежала в другой подъезд. И я пела все, что я слышала на улицах, по радио. Потом я стала ходить в кино. Из кино пошло все. Все знала наизусть. Я иногда пела на уроках вслух. Отвлекалась, отвлекалась. И приводили меня в чувства учителя. Значит, ты что? Ты где находишься? Вот. И на сцену я вышла, по-моему, во втором классе. И помню даже песню, которую я пела. И прославилась на всю улицу. Потому что в школе появилась девочка, которая поет. Я пела. Спи, мой Мишка, в колыбели. Таким голосом. И, значит, вот пела-пела, допелась. И двор дружно решил. Недалеко на Кировской улице, в переулке Стопане, есть городской дом пионеров, в котором есть чудный ансамбль под руководством нашего дорогого, незабвенного Владимира Сергеевича Локтева. Я вижу здесь очень много знакомых лиц. Девочек и мальчиков. Той поры. Что касается первого выступления в ансамбле Локтева, помню. Очень плохое было выступление. Потому что я настолько волновалась. Мне доверили спеть одну фразу. Я ее помню до сих пор. И я все готовилась, готовилась к ней. И думаю, когда же... И когда она настала, у меня уши, видимо, от давления, что ли, залило... Я не знаю. Я оглохла и спела. И лапоть важно сразу. Жена мост шагнул. Правильно? Вот это вот я и пела. У меня была сольная партия. Потом прошло какое-то время. Локтев был, конечно, изумительный педагог. Я ведь пришла в пионерский ансамбль, в первые сопрано. У меня был высокий голос. Я посидела там. Потом он послушал, послушал. Ты знаешь, мы вот едем в поездку, что-то нужно укрепить вторые сопрано. Я очень обиделась. Это значит, меня понижают. Для меня это так. Если первый сопрано, значит, солистка. А где-то там это уже неинтересно. Я говорю, ну хорошо. Обиделась. Но пошла, выучила партии, которые для второго сопрано. Попела, попела. А у меня, видимо, голос ниже становился. Я от этого не ощущала. Вот. И вдруг он мне говорит, слушай, не попробуется ли тебе посидеть в альтах? Ну вообще, тут у меня уже вообще настроение испортилось. Но чтобы меня не выгдали из ансамбля, я и на это пошла. Согласилась. И вот когда я пришла в альты уже, я стала ему жаловаться. Я говорю, Леонид Сергеевич, ну зачем мне сидеть в альтах? Ну кому нужен такой грубый голос? Он говорит, дурочка, ты не понимаешь. Простите, если кто здесь присутствует из сопрано. Он говорит, сопрано, как собак не резали. А мецо-сопрано это голос. Поэтому я прошу прощения, конечно, потому что здесь сидит великолепная сопрано. И не одна, а несколько. Но о них чуть позже. Вот. И случилось так, что судьба подсказала, что пойди-ка попробуйся на музыкальное училище при консерватории. Кстати, не без подачи Леонид Сергеевича Локтева. И я пришла, пропела. Они даже не взглянули на год рождения. Берем. А потом, когда стали разбираться, говорите, ей же еще 16. Вот только-только через месяц будет. Да ничего, она вроде крупная пройдет. Диплом. Диплом. И большим сюрпризом для меня явилось то, что я вышла. Я, конечно, перед этим поехала куда-то в Серебряный Бор загорать. Я вышла вся красная, как рак. Конечно, с температурой, естественно, потому что я разогрелась. И в первом ряду сидит Леонид Сергеевич Локтев. Мне вот так вот показывает. Помните, как он дирижировал? Он уже кулаками дирижировал. И он мне вот так вот показывает, мол, держись. Ну, я сдержалась. Мне поставили пять с плюсом. И после этого мне кто-то из моих коллег, учеников училища, послали записочку. Я говорю, пойди попробуйся в стажерскую Большого. У меня сохранилась эта записка. Моя педагогиня, как они пишут, говорят, что стопроцентно возьмут. Ну, я как-то пропустила это мимо ушей. То, что мне надо было на пляж съездить, мне надо было позагорать. Тогда важнее было. Вот. И я пропустила тот момент, когда подавали документы. Конечно, я опоздала. Я была, так сказать, уже, ну, добором, что ли. Тоже еще один момент. Жарко. Третье июля. Я пришла в черненьком костюмчике без чулок. Тут одна женщина из Большого театра мне говорит, «Деточка, никогда не позволяйте себе выходить на сцену без чулок». Я говорю, «Жарко», сказала я в 20 лет. А она говорит, «Это не важно. Если вы хотите стать настоящей артисткой, то вы не должны себе позволять этого. Это я запомнила на всю жизнь, как и многие другие советы, которые давали мне мои великие, дивные коллеги, артисты Большого театра». Я спела первый тур. Играла мне моя преподавательница, замечательная, педагог Ольга Павловна Померанцева такая. Она, помимо всего, была замечательным музыкантом и хорошо владела инструментом. Она как села, как взяла инструмент в свои крупные руки, и я запела. Вот она меня очень заводила. Она мне всегда говорила, «Тамара, пойте Дуняшу, как Любашу, чтобы все видели, вот она будущая Любаша». Там было несколько человек, узнал только одного, Анатолия Ивановича Артенова. Был замечательный у нас заслуженный артист Республики, великолепный тенор. И вдруг Анатолий Иванович подходит, посовещавшись с кем-то, и говорит, «А вы не можете...» Он, кстати, был со всеми на «вы». «А вы не можете сейчас спеть сразу второй тур на сцене Большого театра?» Ну, если бы я была в теперешних условиях, я бы сказала, «Легко». Это сейчас так вот, да? А тогда я сказала, «Конечно, с удовольствием». Я пошла ни о чем, так сказать, и не волнуюсь. Спела. Причем это для чего делается? Одно дело – петь в биткоинском зале определенная акустика. Зал Большого театра – это совсем другое дело. Летит ли голос через оркестровую яму? Смотрится ли человек на сцене? Насколько он артистичен? Ну, я собралась, у меня же школа ансамбля была. Я же знала, что на сцене можно стоять до обморка. Кстати, со мной это случалось. В жару я падала в зале Чайковского в обморок. Но не я одна, человек восемь упала тогда. Да-да-да, это было так. Вот, мы стояли до последнего. Софиты в комиссии, которая слушала второй тур, там сидели такие люди, от которых у меня мурашки по коже бегали. Там сидел Светланов, там сидел Рождественский, там сидел Туманов, Покровский, там сидел Хайкин, там был Огневцев, Архипова, Анджопоридзе. Самый доброжелательный человек в Большом театре на все времена. Он сказал, Ира, возьмем эту девочку, она мне нравится. Это он обратился к Ирине Константиновне Архиповой. Но это как шутка была. Вот, я спела второй тур, и мне сказали, пожалуй, мы дадим вам спеть третий тур с оркестром. Ну, третий тур с оркестром через неделю. Я думала, у меня очень много времени. Но я должна сказать, я очень перенервничала. Так вроде бы это все выглядело очень легко. А когда я долго-долго ожидала их решения, возьмут на третий тур или нет, вот тут у меня стало что-то с головой плохо. Видимо, давление, наверное. И, как сейчас помню, Ольга Павловна сказала, говорит, пойдемте, я вас свожу в ресторан. Для меня слово ресторан было, ну, я не знаю, ну, как сейчас ночной клуб, например. Ну, хотя сейчас ночной клуб тоже звучит прилично почти. Вот. И она повела меня в ресторан Прага. Нет, не Прага. Ну, я небольшой специалист по ресторанам, поэтому могу и перепутаться. В метрополь повела. И вот тогда, я запомнила, это 3 июля такого-то года, первый раз я увидела, что такое черная икра. Она меня угостила. Она говорит, ешьте, ешьте, для головки хорошо. Даже она видит, что у меня вот так немножечко шатало. Я пришла домой, маме я ничего не говорила. Мама была очень против того, чтобы я вообще стала певицей. Потому что она, женщина очень простая, но очень мудрая. И она говорила, профессия певицы это не профессия. Вы взаимосвязаны на всю жизнь с голосом, с самочувствием. То есть режим, не дай бог, что с голосом случится. Чем ты будешь заниматься? Ну, в общем, так. Но меня уже не свернуть было, потому что я как танк шла. Вот мне надо петь. Больше ничего. Тем более в седьмом классе появилась на экранах Лолита Торрес. Это вообще мне голову сбило совершенно. Она и танцует, она и поет, она и хороша, и драматическая актриса. Я с ума сходила. Я, в общем-то, под нее и пела тоже под нее. Прошла неделя. Я действительно опять съездила в Серебряный Бор. Чего-то у меня такое. Загорела. Простудилась. И выхожу на третий тур. Нос заложен. Лицо красное. Потому как загорала. Вот. Они так на меня посмотрели, но уже в чулках. Вот. Да. Вышла. Вышла с оркестром. И я начала петь. Ваню, естественно. Пою. Оркестр не слышу. Мне все не нравится. Я пела так вот. Ну, спою и все. Последний раз я в этих стенах спою. И так оно и получилось. По моим ощущениям. Я спела. А там. Русь спасет наш народ. Он спел, Ваня. И там. Блям, блям. Я этого блям, блям не стала слушать. Я ушла. Злая. Обиженная на все и на всех. И прежде всего на себя. Думаю, не надо. И вдруг слышу аплодисменты в зале. Просто, ну, нам понравилось. Не только в зале, но и в кулисах. Рабочие монтировщики делали сцену к вечернему спектаклю. Они захлопали. Я говорю, да что вы. Я вот такая вот прям вся была возмущенная, что так ужасно я пела. И мне все это не понравилось. Они мне говорят, да берем мы вас, берем. Это мне сказали рабочие сцены. Это мне было. Это был понедельник, 13 июля. А может ли педагог развить голос, средний голос и вообще научить петь человека, у которого есть только желание? Отвечаю. А надо ли? Надо. Если не забыл. Вы знаете, надо, если хочется. Это другое дело. Человеку можно сломать жизнь таким образом. Обнадежив его. Сказать, я тебя разобрал. Есть такие педагоги, которые желая, может быть, самоутвердиться, может быть, что-то такое. Закладывают человеку амбициозные планы в его головку резонатора. И они дают надежду человеку, что он когда-то будет артистом. А то и певцом Большого театра. У него ломается жизнь, его не берут. Если человеку хочется просто петь, хотя бы дома, музицировать. Только аплодисменты. Может, если есть слух. Если есть очень бедный, но голос. Да, да, да. Понимаете, голосом обладает каждый, но тембром не каждый и певческим голосом не каждый. Ведь вы разговариваете. Правда, это не совсем одно и то же. Есть люди, которые очень красиво разговаривают. Очень. Уже как будто от природы они готовы петь. У меня была такая знакомая дикторша на телевидении. У него был дивный голос. Я ее спрашивала, ты когда-нибудь пробовала петь? Да, ты знаешь, со мной занимались. Я говорю, ну спой что-нибудь. Она запела. Бедный конь, фалли-пал. Она таким ужасным голосом пела. Я говорю, нет, ты тогда уж лучше оставайся диктором. Потому что у нее действительно был очень красивый голос разговорный. Но это ведь ни о чем не говорит. А если хоть какой-то голос есть, ну чтобы не пугать людей просто. Вот. Но для себя любит человек петь. А почему нет? Почему нет? Но чтобы он не брал себе в голову, чтобы он не ломал себе жизнь. Есть другой способ поломать жизнь. Приходит человек с голосом в Государственную академическую консерваторию. А выходит без голоса. Вот тоже беда. Тоже беда. И это уже, это уже беда и педагога, и беда студента, который к нему попал. Здесь таких нет. Я хочу представить вам изумительную женщину, замечательную певицу, прекраснейшего педагога, красавицу, Веру Николаевну Лемешеву-Кудрявцеву. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это я. Я Томашу очень люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И как раз на этом госэкзамене я сидела, я была членом комиссии. Что вы говорите? Да. Но я ни на чего не напутала, если не сказать больше. Нет. Я не знала, что вы там были, что-то... Загорала? Загорала там. Я не знала, что вы так шалели перед пенем. Было, 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 было. Я ведь сама-то из Ленинграда. Из Петербурга. Да, из Петербурга. Мне очень много лет. И я давношняя. Хорошее слово, давно с ней. Так вот, в то время говорили господа. И сейчас пытаются. Да. Так вот, у меня было такое платье в это... Я крутилась, когда он кругом такой. Я говорю, господа, мотлите, платье клошется. И я буду артисткой. Вот я тоже мечтала. Ладно. Вот, когда я ее услышала, вышла хорошенькая, такой красивая девушка. Такая вся статная. И запела... Да. И запела таким голосом бархатным. Вот знаете, бархат вот такой голос. Я думаю, какая прелесть. Мы познакомились и очень долго дружили до сих пор. У меня своя судьба, у вас своя судьба. Да. Но мы все равно пели. Да. Пели. Мы вас все очень любим. Спасибо. Вы замечательные. И вот когда вы приезжаете в Баку, я совершенно уверена, что и там вас встречают также с любовью. Да, у них есть такое слово, кто знает из вас азербайджанский язык, гяллин. Это невестка. Они меня зовут. Невестка Азербайджана. Вот, потому что у них, так сказать, главный жених это Магомар. А я... Главная невестка. Вот. В прошлом году был юбилей Муслима. И мне досталось. Муслимы наградили всякими, там, я не знаю, званиями, выше которых нет. А мне присвоили звание народной артистки Азербайджана. Я сначала удивилась, изумилась, испугалась, обрадовалась. Я говорю, а за что? А Муслим говорит, как за что? Ты, во-первых, 30 лет уже сюда ездишь и поешь на всех концертах, во всех спектаклях поешь. Разве это мало? Вот поэтому я и получила звание. Вы почти 30 лет назад вышли замуж за самого любимого и обожаемого, наверное, всеми женщинами народного артиста Муслима Магомаева. А как проходит ваш обычный день и обычный день вашего звездного супруга? Проходит по-разному, по-разному. У нас профессия одна, а нюансы разные. Вот, например, я не буду подходить к телефону в день пения, а Муслим подойдет. Но, кто-то не согласен, это ему не мешает. А я не могу. Он не будет очень сильно распеваться перед выступлением, а я должна распеться. Встаю я позже, чем Муслим, потому что я ложусь позже. Он ранняя птичка, он встает очень рано, и у него есть сумасшедшее увлечение компьютером, теперь интернет. И у него есть вот такое вот еще дарование. Он очень хорошо рисует. У меня немножко другое. У нас есть в доме чудо наш дружочек Чарлик, который, к сожалению, хворает последнее время, но он уже не юноша. По собачьему возрасту он даже старше нас, мы посчитали. Вот, ну, маленький той пудель, который, к сожалению, болеет, и за ним очень нужен большой уход. А я не могу его предать. Поэтому мой день больше заполнен, вот, так сказать, ухаживанием и за Чарликом, и, естественно, за мужем. Скажите, пожалуйста, вот о вашем пении, чье мнение для вас самое авторитетное? Вы знаете что? Вот говорить банальности не хочется, очень не хочется. Ну вот, музыканта там. Я вам скажу честно. Как я спела, допустим, тот или иной спектакль, лучше всех знаю я сама. Потому что я, к сожалению, работаю в собственном организме ревизором. Просто я знаю, это плохо, это хорошо. Другое дело, насколько я покажу вам, что это плохо или хорошо, вот тут вот уже мастерство и умение. Конечно, я прислушиваюсь к большим музыкантам. И в первую очередь к муслиму. Он очень большой музыкант. У него очень хорошее ухо, у него хороший вкус. Поэтому я прислушиваюсь, если нет рядом замечательных дирижеров. Понимаете? Только к музыкантам, ни к кому больше. Потому что друзья могут пожалеть. И сказать, ты как сегодня хорошо выглядела. А речь идет о том, как ты пела. Понимаете? Вот. Или же, а что все? Ты хорошо себя чувствуешь? А что такое? А, да нет, ничего. Это значит, ты пел или просто все хотят испортить настроение. То есть это все такие штучки, которым надо иметь очень толстую кожу, которую я, к сожалению, не имею. Но у меня другое. Я просто людям открываюсь с улыбкой. И некоторые не рискуют гадость сказать на улыбающейся физиономии. Вот это вот тоже. Тамара Ильинична, вы пели оперету. Да. Выходная Ария Сильвы. Ваше отношение к оперете и не приходилось ли еще где-нибудь петь? Что касается опереты, должна вам сказать, что я в детстве жила очень-очень, как сказать, бедно. Когда в пятом классе мама подарила мне, знаете, вот трехпрограммный приемничек. И у меня над столом, где я делала уроки, висели, значит, фотографии там Лолита Торрес, Урбанский, Рыбник. Я делаю уроки, очень внимательно, конечно, я там пишу, а сама все слушаю. Я очень любила передачи драматического театра и оперету. Очень любила. Есть в Петербурге замечательный совершенно режиссер Белинский. Вдруг на каком-то из концертов он ко мне подошел и сказал, говорит, Тамара, а не хотите ли вы спеть Сильву, позвольте, это же оперета, ну хотя бы Арию. Я говорю, где? А я снимаю фильм. Я говорю, для меня это невозможно, потому что Сильва это сопрано. Ну вы сделайте транспорт. Для вас пойдем навстречу. Мне транспонировали эту Сильву, наверное, ну может быть, на терцию. Скорее всего на терцию, да. Музыка красивейшая, она потом долго в голове звучит. Запев такой. Ну это выше, конечно, звучать должно. Вот. И очень красиво. А дальше идет припев. Частица, черта в нас заключила. Я уже сейчас не помню. Короче говоря, я быстренько-быстренько выучила. И он мне говорит, прилетай в Петербург, в Ленинград. И какое-нибудь платье возьми. И я вот сейчас смотрю на эти родные мне одежды. И очень жалею, что в мастерских Большого театра не оказалось на данный момент одного из самых красивых моих туалетов. Это был у нас такой спектакль. Назывался «Игрок Прокофьева» по Достоевскому. И там я исполняла роль такой... Борис Александрович Покровский меня заставил играть эту роль. Я говорю, я не такая. Он говорит, ты себя не знаешь. Короче говоря, это была куртизанка Бланш, которая отдыхала на водах и так далее. И вот в этой опере были две героини. Значит, Полина, которая исполняла Маквала Касрашвили, присутствующая здесь, народная артистка Советского Союза, чудесная певица и моя подруга по совместительству. Там вообще такие шикарные костюмы были. И у меня был костюм черный. Вот такая талия была. Я тогда худела специально. У меня было очень мало килограммов. Ну, мало это относительно, конечно. Художник был Валерий Левенталь. Уж он постарался. Такие костюмы. И вот в этом костюме я, попросив разрешения в мастерских Большого театра взять их с собой якобы на гастроли, отправился в Петербург. И мы сняли эту сцену в чудном совершенно, в каком-то дворце, в котором в тот момент, когда мы туда приехали снимать, был кружок Дома пионеров, кстати сказать. Я думаю, ничего себе пионеры живут в такой роскоши. А для того, чтобы привезти туда телевизионную камеру, там был вот такой вот, как это называется, который возит за собой шланг, что ли? Ну, не шланг. Ну, вот от камеры. Ну, кто-то подскажите. Кабель, боже, как это по-русски. Кабель очень толстый. А это было зимой. Платье открытое здесь и там, до спины открытое. И для того, чтобы втащить этот кабель, надо было открыть окно в Петербурге. Мороз, 27 градусов, как я сейчас помню. Ветер. Они открыли. Я говорю, мне что-нибудь можно надеть? Нет, артистка должна быть в форме. И я в этом платье делаю такое счастливое лицо, как будто я в жару в Испанию попала. Очень часто меня спрашивают, ну что, вы в Аперете были? Ну, а почему бы нет? Потому что если там такая красивая музыка в Аперете бывает, это не всем дано, между прочим, петь Аперету. Это нужно особый шарм иметь, особый вкус к Аперете. И такой, знаете, вот, чем обладала и обладает несравненная Татьяна Ивановна Шминга. Вот. Это про Аперету. Тамара, ты принимала участие во многих конкурсах. Какой самый был для тебя тяжелый, трудный? А ты как думаешь? Ничего. Правильно. Правильно? Правильно. У меня в жизни было три конкурса. Конкурс молодых оперных певцов в Болгарии. Значит, там я получила золотую медаль. Потом в 69-й был конкурс в Бельгии. Там я тоже получила гран-при. И в 70-й год нужно... Именно нужно, потому что меня вызывали в Министерство культуры и говорили, едет американская сильная группа, надо укрепить наши ряды. Ну и, в общем, нас укрепляли. Получился конкурс между собой. Все дрались, как на кориде. Все. Но все первые места заняли русские ребята. Все. Женя Нестеренко, Коля Огренич, Владик Пьевко, Зураб Саткилава. У женщин, значит, Образцова, я. И через... После нас никому не дали. Вторая премия спала, потому что решили, что большой разрыв. Третья премия получила Дусик Олесник. А дальше шли те, против кого нас укрепляли. И такого сильного конкурса, конкурса Чайковского, не было. Правда, Маквалов? И такое мощное жюри. Я сейчас помню, я спела, уже получив золотую медаль, и первое место, мы пели гала-концерт в Большом зале консерватории. Я вышла и пела Сигидилью. И в шестом ряду сидела Калас. Она положила ногу на ногу, у нее было очень доброжелательное лицо, и она артикулировала со мной всю Сигидилью. Она же пела в свое время, поэтому она знала текст наизусть. И вот когда я пела, она вместе со мной пела... Ей-то легко на французском. А я как вспомню, что я пою на французском, меня страх берет, потому что есть люди в зале, которые его понимают. Так у меня тоже было. Вот, это я хотела о конкурсе Чайковского сказать, который я не хотела петь. Вот, но... Слава страны! Уважаемая Тамара Ильинична, вот врачи считают, что пение, оно доставляет удовольствие, и оно лечит. Самое главное, оно лечит вот это дело, головку. Потому что все наши, половина наших болезней зависит от подкорки. От нашего состояния. От страха, от сумасшествия. Вот я плохо себя чувствую. Ну, и какое там пение? Ну, не могу. Ну, знаю, что мне надо вечером, допустим, петь. Подхожу, открываю крышку рояля. Вот так я и пою. Что за звук? Что-то вспомнишь. Возьмешь какие-то вот очень красивые упражнения или кусочек из какой-то арии, который тебе удобно петь, нравится. А какая болезнь? Я все забыла. Я занимаюсь полтора часа. Может, оно и не надо перед концертом. Но я забыла. Оно меня вылечило. Хотя бы на данный момент. Голова болит. Подхожу к инструменту. Лечит. Поверите мне? Лечит. Если, конечно, не какая-то патология там, или, я не знаю, очень сильное заболевание, или там, не дай бог, какие-то еще изменения. Но, в принципе, вот вокалисты сидят. Они, я думаю, меня поддержат. Правильно? Разрешите мне узнать любимого вашего композитора и любимую вашу героиню? Сказать, кого люблю больше? Если так по большому счету говорить, то вначале занимала все мои мысли, всю мою жизнь, все мои, так сказать, свободные, если они были минуты, это, конечно, Любаша из царской невесты. И к ней я шла через тернии к звездам. Я, когда учила эту партию, я чувствовала, что я как на уроках в школе пела ее в метро. Однажды я поймала себя на том, что, вот знаете, в вагоне метро, там написано, не прислоняться, да? Там что-то народ стоит. Ну, не так уж очень много народу было, но сесть было негде. Я стою, смотрю туда, вот в стекло. Там что-то мчится, но там же отражение свое видно. И вдруг я представила, что я Любаша. И вот меня куда-то увезли. Я начала петь, начала. Что-то я начала... Здорово, крестный! И я спела. А дядька стоит, а я сама себе пою. Нет, вам плохо? Короче говоря, вот я пела так. Так я болела Любашей. Очень долго. Очень долго. Пока не появилась девушка. Да. Девушка. Но я не могу сказать, чтобы она вытеснила Любашу из моего сердца. Нет. Нет. Потому что Любаша это все-таки русская женщина. Вот она как будто, вот знаете, когда лопаточкой зачерпываешь... Чернозем хороший. Почему я сейчас за чернозем? Потому что я вчера с дачи вернулась. Я сама не копала, но я смотрела, как красиво выглядит, когда земля поднимается. Я рыхлята. Так вот я к тому, что Любаша, она земная. Она земная. Кармен это женщина, которая, как я однажды уже говорила, что вот в любой из вас есть вот такая частичка кармена. Всегда. Вот вы обратите на себя внимание, глядя в зеркало, и вам что-то понравится с утра. Вот какая у меня сегодня хорошая кожа с утра случайно. Вот. И да. И вот вы обратили внимание, это уже кармен. Кармен, она сама на себя может смотреть с какой-то такой внутренней улыбкой. Мне так кажется, может, я что-то придумала. Поэтому я считаю, что в каждой женщине из нас живет кармен. И хорошо, чтобы она жила подольше. Потому что если посмотришь на себя с утра в зеркало, и кармен не увидишь, уже не надо смотреть. Вот. Это вот мое платье, которое специально для меня было придумано. Здесь еще шаль была огромная, с такими же цветами. Худенькая, как видите. Кстати, о весе. У нас был такой замечательный певец Алексей Алексеевич Большаков. Изумительный вокалист, очень доброжелательный человек, очень мудрый. И как-то он меня повстречал в канцелярии оперы, где мы раньше встречались очень часто. И сказал, Тамара, вы знаете свой вес? Я говорю, да. Запомните его и постарайтесь на всю жизнь его пронести. Вот вложил в голову. Должна вам доложить, что сейчас у меня два с половиной килограмма лишних. За столько лет. Вот. Это платье очень красивое. Оно, конечно, сейчас с возрастом поистрепалось в пути. Это раз. Во-вторых, оно все в морилке. Ведь Кармен должна все-таки немножечко смуглой девушкой быть. Оно в морилке. Что-то я показала вам другой стороны. Оно было чудное. Здесь был такой гребень. Здесь был шлейф такой. Шла я на бой быков. Не скажу, что с большим удовольствием, но было дело. Так, вот это роль. Это роль. Ой, какая тяжелая. Это, господи боже. Ужас. Это Азучена из Трубадура. У меня были сомнения. Ну, во-первых, у меня голос нежный для этой партии. Там немножечко надо больше такого зверства в голосе иметь. Это раз. Во-вторых, это пожилая женщина, которая сходит с ума от того, что она присутствовала на казни собственного ребенка. Ну, знаете, о чем речь идет в Трубадуре. Потом я подумала, я себе просто придумала, что почему она должна быть пожилой женщиной. Цыганки, девушки вольные, они могли в 16 лет родить ребенка. Если моему, Манрику, было 20, так сколько мне? Вполне. Вполне. Поэтому у меня мама была молодая, с молодым голосом. Ну, вот в такой вот робе страшной. А это красавица. Это красавица Марина Мишек. Это красота необыкновенная. Плюс еще царский вот этот воротник, корона. Ну, и не только поэтому. Там сама музыка, от которой вообще задрожишь. Эта сцена у фонтана предполагает то, что вот стопроцентная женщина должна выходить. Во всех смыслах. И лгунья. И любящая. И, ну, да, да, да. Она врет ему сладким голосом. О, царевичу, моля. Она же врет ему. Просто врет. А он верит. Это очень маленькая часть моих друзей из Большого театра, потому что я спела очень много ролей. Ну, это все роли, роли, это уже большие роли. Начинала я с маленьких ролей, причем была очень счастлива этим. Вот. Начинала я с Пажа в Реголетто. Там были всякие интересные моменты, когда я заставила оркестр в два раза медленнее играть. Не заставила, просто дирижер умница был, Марк Фридрихович Эрмлер. Он понял, что я растерялась, и я запела в два раза медленнее. Потому что меня сбивали актеры из хора. Паж выходит в штанишках, в колготочках, такой худенький весь, и хорошенький, молоденький. И они мне шепчут со всех сторон, мой какой Пажик, мой какие ножки. Я выхожу, там надо спеть, герцогиня супруга хочет видеть. Я выхожу, герцогиня супруга. И он в два раза пошел. Главное, пошел за мной, пошел. Кончается спектакль. Он подходит ко мне, я жду комплиментов, я же спела партию. А он так смотрит на меня. Ну? Я говорю, что? Он говорит, ну ты что, не заметила ничего? Я говорю, а что? Ты же спела в два раза медленнее. Потом был случай. Вся Москва шумела, как Тинявская сорвала генеральную репетицию Вишневской. У нас ставилась Чо-Чо-Сан, Галина Павловна пела Мадам Баттерфляй, а мне досталась роль Кэт, называли эту девушку. У Кэт три фразы. Ну я так пришла только, мне, значит, давали маленькие партии. И там решался вопрос с гримом. У нас в театре есть одна замечательная женщина, она работает до сих пор. Из-под ее рук выходят красавицы и красавцы. Это самый лучший гример Большого театра Юлия Михайловна Шарова. Она здесь. Юля мастерится создавать характеры. Что она сделала со мной? Ну, помимо того, что на меня надели белый паричок, так а-ля Марилин Монро, значит, она мне замазала мои брови здесь, сделала вот такие вот дурацкие тоненькие, вот такие вот губы, знаете, как вот эта мадам Грицацуева. Сижу в длинном, я вышла вот в такой вот юбке, клетчатой. Это художник так нарисовал, он меня так видел. Здесь все было сейчас, это модно, вот сочетание, несочетаемое, да, вот, потом эта шляпка горшком, и когда я вышла с подиума вот так вот и встала, Галина Павловна говорит, она кто? Это с вами, это дама, ой, уберите ее. Закрыли занавес, мало того, она не допела, но это была генеральная репетиция, вышел, и я смехал, что Ману говорит, какой ужас, уберите, снять, все. Она вышла, она как попугай, я думала, она сейчас на крышу прыгнет. А Юля однажды меня сделала в войне и мире очень много действующих лиц, в войне и мире Прокофьева. Я спела благополучно Соню, пропела чудный дуэт с Наташей, и в какой-то аж 13-й что ли картине появляется такой персонаж Мавра Кузьминишина. Это старушка, которая помогает тащить вот это вот всякие ковры персидские, которые там побросали из дома, вот этих самых балконских. Юля сделала мне грим. Ну, седые волосики сделала, значит, так, бледная, бледная, тут всякие, как называется, морщин, как это называется? Совсем с ума сошла. Сделала седые брови, и здесь вот дырку, вроде как, зубов нет. И я, хулиганка была, молодая, думала, что мне все с рук сойдет, оно и сходило. Выхожу, я говорю, Юля, я пойду проверю грим. Выхожу в коридор перед канцелярией оперы. Вот так вот согнулась, идет Юси Михайлович Туманов. Милок! Я ему говорю, а Милок? Он говорит, да, бабушка, вы не знаете, где здесь это, канцелярия-то для артистов? И, видимо, что-то в голосе, он говорит, ну, мунахалка. Он на меня, потому что... А я была счастлива, а сама дрожала внутри, думаю, ну, это, в общем-то, где-то фривольность, конечно, но как артистку я себя проверила, он потом с удовольствием это вспоминал. Вот Юля такие творила чудеса. С проськой она выделывала. Семен Котко был замечательный спектакль, там, значит, вот были две косички на проволоках. И потом здесь были веснушки, подтягивался нос и тоже червинка, вот такого размера ботинки, и я была полная 14-летняя деревенская девчонка. Просто прелесть. Но это благодаря характеру, который создала не я, а Борис Александрович Покровский, которого я любила, люблю и любить буду всегда. Это наш гений, живой гений, да, который научил нас, вот нас молодых полюбить театр раз и навсегда, раз, научил быть актерами, не просто бревнами озвученными, научил мыслить во время действия, научил иметь живые глаза, научил любить партнера, если он твой любимый, и научил его ненавидеть, если он твой нелюбимый. Вот он очень волновался за тот период, когда я уехала в Италию учиться, в Ласкало, в школу при Ласкало, писал мне туда письма и очень волновался, что как бы из такой замечательной русской певицы Тамары Синявской не вышла бы какая-нибудь синьора Синьявчини, он писал. Я напелась вдоволь маленьких ролей. Первая, большая роль, ну, как считается, она не очень большая, но она одна из главных ролей, это была Ольга в Евгении Онегине. Вот. Она была в тот период, когда Большой театр уехал на гастроли первый раз в Италию. И остался, так сказать, второй состав. И вот тут я и вошла. Борис Ильич Хайкин вводил меня в роль Ольги. В Ольге мне практически делать было нечего, она почти мне была ровесницей. Я скакала, вот как девочки скачут по улицам, вот я так по сцене и скакала. Мне очень комфортно было всегда в этой роли, и я в ней купалась, и помню, Нарейко был, как гастролер приглашенный, он, ему было, ему было 28 или 29 лет. И он мне говорит, вы знаете, он с акцентом немножко говорил, пел без акцента. Я так волнуюсь, я говорю, а что вы волнуетесь? Спросила я, тоже, большая артистка. Он говорит, мне всего 28 или 29 лет, я уже на сцене Большого театра. Я говорю, а мне 21. И пошла. Он подумал, что я крупная. Мы замечательно с ним спели. Он горячий, Ленский был, горячий. Потом наступил 72-й год. В театре стал появляться после долгого перерыва Сергей Яковлевич Лемидшев, обожаемый всеми нами до сих пор любим, помним и любить будем. 70-летний юноша. вышел на сцену. Он был в паричке. Он вышел, отставил ножку, сказал, медам. И все. И 20 аплодисментов. То есть там не дали ему петь, не дали. Хайкин вот так вот руки поднял и все, и замер. И вот пока они все не отхлопали, вот все, ну, люди просто с ума сходили, по нему. И он спел, и когда закончился маленький наш дуэтик, там этот под кровом сельской тишины, вдвоем мы так с головками склонились, и вдруг вот он там еще тихо-тихо-тихо-тихо, аккорды, он свою арию спел. И он мне спрашивает, Тамарочка, мне очень плохо. Я говорю, Сергей Яковлевич, замечательно. И вдруг он, слава богу, я чувствую, его прямо отпустило здесь, потому что как-то волновался человек. В 70 лет не каждый выйдет на сцену, а я уж не говорю о том, чтобы спеть. Да еще спеть молодого человека, влюбленного в юную девушку. После этого Сергей Яковлевич сказал, вернее, даже где-то написал, чем я очень горжусь. Он сказал, говорит, сколько лет я пел, а такую Ольгу первый раз встретил. Простите это за нескромность. Он очень заступался за меня. В каком плане? Значит, тогда существовали партийные организации. Я не была никогда членом партии, и поэтому на этих собраниях не присутствовала. Но мне рассказывали, что когда возник вопрос о том, что вот что-то наши артисты, стали много песен петь на эстраде. И стали кого-то перечислять, одного другого. Когда дошла очередь до меня, они говорят, стоп, вот ей можно. Спросили, почему? Потому что она их умеет петь. И тогда от меня отстали. Вот кто-то спросил, почему мы вас не видим по телевидению? Потому что, потому что, представляете меня сейчас по телевидению, что мне там делать? Я же не могу петь там два кусочка колбаски или там что-то такое, зайки. Я это не могу и не хочу. А если я выйду и спою, то было ранней весной. Кому это надо? В этом концерте? В общем. Понимаете? Я пела всегда хорошие песни, если вы помните и не дадите мне соврать. Я пела песни на диапазонах. Я пела песни с двумя октавами. Я пела роскошные песни Али Пахмутовой, прощай, любимой, нежность та же самая, черноглазая казачка на полторы октавы. Это не просто пошептать в микрофон. Это все песни с голосом. Поэтому мне никогда не было за них стыдно. И сейчас не стыжусь. Так получилось, что то ли песни года, то ли что-то еще было. Пригласили. Я выхожу и перед выходом, конечно, что-то проверишь там, да? А со мной рядом прыгают девочки из какой-то группы. Они в майках, а я в концертном туалете. Я так смотрю, смотрю на них, думаю, а когда они переодеваться-то пойдут? А они так на сцену пошли. Понимаете? Я испугалась, думаю, ну где же там себе найти место? Поэтому уж мы выбираем такие концерты, и муслим, и я, где мы бы не оказались из того века, из палеонтологии. Не хочется оттуда, понимаете? Правильно, Маквалочка? Правильно я же говорю. Приди! Это подружка моя. Да. Вы знаете, я горжусь, что я твоя подруга и сколько лет нас связывает. Когда я пришла в театр большой, после прослушивания... Ангельским голосом спела. После прослушивания я выхожу, стою, жду решения, и вдруг ко мне подходит с потрясающей улыбкой, с добрым лицом вообще, и представляется мне, что она Тамара Синявская, солистка оперы. И она меня поздравила. И с этого момента между нами возникло потрясающее чувство дружбы, теплоты и, как можно сказать... И любви. И стали родные. Я снимала УГО в Москве. С Тамарой мы приходили к ней домой в общей квартире. Потрясающая была семья. Мать Мария Алексеевна была удивительным человеком. Она ко мне относилась как к своей дочке. И помню, не могу забыть, даже вкус свиных, адривных и жареной картошки. До сих пор я чувствую этот вкус. Да. Да. Мы хорошо кушали. Да. И когда говорят, что тембр голоса это душа человека, это абсолютно... Можно провести такое сочетание, потому что невозможно иметь такой красоты необыкновенной глубины и звучности. Я не могу передать. Могу сказать, что такого голоса, такого тембра я еще не слышала, правда, живьем. Может, когда-то это и существовало. Я вам очень благодарна, что вы пришли. Я чувствую, что нити между нами протянуты, по-моему, на очень долгое время. Дай Бог вам всем здоровья. Жалко, что я не вспомнила и не смогла вам рассказать о своих встречах и со Светлановым, и с Рождественским, и с Китаенко, и со Спиваковым, и с Башметом, и с Ростроповичем, со всеми, с этими великими людьми. Я работала, работаю, и помню об этом и с Шостаковичем, понимаете, и с Гергиевым. Я очень много интересных встреч имела, но это уже, наверное, продолжение линии жизни. Да. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ